мы сейчас находимся в кокпите здесь мы имеем стол деревянный теговый стол а флагридж если мы уберем стол трапик сворачивается наверх и прикручивается вот сюда здесь два парашка когда это место получается для двух человек и все могут сидеть за столом здесь 12 человек помещаются у нас есть подушки на каждой банке каждое сидение имеет ящик для хранения это с левого борта с правого борта очень удобные ящики для хранения сюда удобно класть удочки разные спортивные инвентарты этот же ящик доступ в этот же ящик мы имеем внизу когда поднимаем сидение также сюда поместятся концы для швартовки запасной здесь у нас очень удобная дверь которая крепкая и при этом она полностью стеклянная у нас свет проникает через обе половины двери она фиксируется на замок чтобы не закрыться 10 кстати говоря хранятся газовые баллоны для плиты газ для плиты и духовки дверь фиксируется очень крепко здесь у нас когда мы убираем лестницу наверх полностью откидывается так на всех моделях сарга такое окно оно не слышно и откидывается полностью и удобно также общаться если кто-то находится здесь так а и а 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 у катеров sarga является очень высокий фальшборд смотрите я стою в среднем росте 178 выше пояса 4 грудина встает ширина прохода спокойно я здесь прохожу ни за что не цепляясь нету ступенек никаких здесь очень много места большое пространство вот сюда можно постереть диваны для загорания на носу у нас электрическая якорная лебедка с якорем большой очень большой сектор может пласть и конце и туда же уходит якорная веревка или цепь в зависимости от того как вам удобнее комплектовать лодку будет либо цепь либо яхта наконец это вентиляция салона и здесь у нас есть маленькая солнечная батарея для зарядки батареи все идет в общий распределительный щиток мастер вольт который и отсюда подпитывается в том числе подпитывает аккумулятор справа у борта рядом с мишком капитана можно сделать ватспорт для выхода на низкие причалы но можно его не делать кому как нравится но 36 лодка она достаточно высокая высокий борт и лучше ватспорт на нее подпитывает здесь у нас иллюминаторы в кормовой каюте что позволяет нам получить очень хороший свет второй свет в кормовой каюте в этой комплектации лодки владелец попросил разместить спасательный плод здесь на корме я бы здесь размещал лодку а плод поклал на крышу как раз рядом с флайбургом но это мое моя версия здесь у нас на всех моделях сарк у нас есть открывающаяся купальная платформа для того чтобы получить доступ двигателям и к винту колонки поднимаем и вот на такой вот длине мы уже имеем доступ к винту если мы хотим его снять или снять с него например запутывающуюся запутавшуюся веревку или сеть вы занимаетесь погружением с аквалангом человек может подойти из-под воды и второй может забрать у него баллоны достать спокойно можно вылезти из воды уже без оборудования очень удобно всегда есть насарка держателя для кранцев стандартные они не мешают а просто вводить сюда кранцы они здесь держат где не болтаются не нужно для этого использовать очень удобный доступ к двигателям здесь у нас стоят 2 до 4 на самом деле можно ставить 2 до 6 это по желанию заказчика здесь имеется большая полка куда мы можем сложить например дополнительные маленькие двигатели для надувной лодки и саму надувную лодку в варианте она сюда помещается много баков дополнительных для воды можно установить опреснитель есть место и можно поставить сюда еще дополнительный бак почти 500 450 литров если убрать вот эту полочку ну и доступ к двигателям к сервису и проверки масла и фильтров он просто очень удобно также сюда ставится батарея отдельная которая работает от 220 и в случае заморозков на улице здесь всегда будет прессовая температура и вы не взборозите берете особенно хорошо для долгой эксплуатации осенью или до ранней весной салон сарка 36 совершенно спокойно за стол садится 6 человек плюс вот это сиденье она разворачивается на 360 градусов она двигается и разворачивается на 360 градусов для того чтобы могли посадить еще одного человека стол имеет складную поверхность когда мы не пользуемся эта ручка для того чтобы держаться во время качки чтобы куда-то пройти электрический вот это место может быть стол может быть складным тогда это превращается спальное место либо здесь находится бар для того чтобы опустить нам стол просто нажимаем кнопку на панели электрический привод опускает стол и вся эта поверхность может превратиться еще в один спальник для двоих подушки есть отдельно которые в салоне у нас очень большой камбус мойка керамическая плита с дизельным то есть работает она не от электричества а от дизеля но и при этом это керамическая плита здесь же вытяжка для того чтобы вы все испарения уходили сюда и здесь обратите внимание тоже есть интелляционный интелляционный канал для того чтобы все испарения уходили из лодки также у нас есть обычная газовая плита духовка который мы можем что-то запекать это дефлекторы печки и и дефроста когда мы не пользуемся все это закрываем вот это место это интересный отсек то есть он его можно сделать как отсеком для кухонного инвентаря здесь видите специальные серебрение чтобы что не скатывалось например сила стоит электрический чайник или кофеварка также он его можно снять есть комплектации в которых он снимается и сюда на это место ставится еще одно такое сидение кресло для того чтобы путешествовать то есть если вы больше хотите скомплектовать лодку для быта тогда ящик если вы хотите больше для путешествий и рыбалки тогда наверное все таки кресло 12 вольтовый холодильник их можно поставить два очень удобный вот это вот место все спрашивать что это такое это отсек для бумажных карт имея большой опыт хождения по морю вы знаете что без бумажных карт какая бы навигация электронная вас не было особенно в финляндии особенно оландские острова швеция вам всегда понадобится бумажные карты вот этот секс специально для бумажных карт есть у нас маленький рандучок для мелочей положить телефон ключи и еще один рундук для мелочей побольше они всегда есть также есть у нас нескользящие покрыты не скользящий ящик куда мы можем класть телефон для зарядки здесь интересно расположен телевизор его как бы нет и он не всем нужен на самом деле на вот но кому он нужен есть телевизор для того тогда когда вы сидите в кокпите за столом он убирается и это место можно использовать не под телевизор а еще под один ящик рундук в комплектации fly fly бриджный у нас нету люка сдвижного как это есть на других моделях сарга зато мы получаем в этой комплектации такой вот еще один рундук для документов бумаг и может быть переносной радиостанции каких-то мелочей которые могут вам понадобиться очень большой пост управления традиционно сарга регулируется угол наклона рулевой колонки того чтобы было вам удобнее на этой модели стоит одно подруливающее устройство можно поставить два но вот я опять же своего опыта не вижу необходимости в кормовом подруливающем устройстве когда у вас тем более два двигателя здесь стоит джойстик управления лодкой ну всем он известен то опция стоит где-то примерно от 10 до 15 тысяч евро на волю есть один монитор что тоже вполне разумно который делится экранами второй монитор у нас стоит на флайбридже сюда есть возможность поставить второй монитор тогда автопилот переходит чуть ниже по посту большой удобный пост хороший обзор очень удобно выходить при швартовке если вы один на лодке вот вы подошли и вышли на берег тем более у вас есть спорт который помогает оперативно все сидения регулируются по высоте чтобы можно было стоять либо сидеть удобно поддерживают валиками поясницу интересная особенность сусарка у нас есть печка дизельная вебастер и также есть дефлекторы которые выведены называется дефроста которые выведены на стекло это теплый воздух не касаемо вебастер то есть и баста она запускается там у нас 10-15 минут греется ну 10 скорее в это время дефроста уже направляет теплый воздух на стекло и также выведены такие же дефлекторы внизу то есть у вас как бы получается два отопителя дефроста и вебастер посмотрим кормовую каюту в задней части салона огромная кормовая каюта если не делать закладную то это три спальных места но вот сюда можно положить закладные тогда здесь получается огромная кровать для двоих для троих сколько угодно мне кажется даже пять человек влезет есть возможность скомплектовать 36 лодку со вторым туалетом вот второй туалет санузлом а можно сделать просто кладовку это будет большая кладовка на все будут пользоваться одним санузлом который находится в нас у лодки есть много шкафчиков опять же есть у нас второй свет чтобы и он зашторивается и два иллюминатора на всех иллюминаторах есть индикация открывания то есть вы не сможете завести двигатель если иллюминатор открыть чтобы не произошло затопление лодки носовая каюта она для двоих и это каюта владельца три ступеньки вниз маленький ящик для вещей здесь у нас есть дверь для общего прохода санузел и также есть дверь для прохода из каюты здесь душ туалет и все это разделяется шторкой или стеклянной дверцей в зависимости от комплектации вот видите здесь достаточно много места большая каюта высокая койка с боковыми небольшими проходами вентиляционный люк который закрывается либо шторка либо блэкаус большой шкаф для вещей куда можно повесить вещи и еще один шкаф для вещей полочки куда можно класть телефон книжки крючки чтобы вешать еще конечно у нас много места под кроватью тут есть здоровенный ящик слагаю посмотреть файбридж простой достаточно пункт на файбридж это тридцать шестая лодка но при этом с файбридж получился расторженный здесь в москве и дьявление чтобы если у нас сюда дождь не попадала вода вниз арка складная потому что например в петербурге и вокруг хельсинки есть невысокие мосты которые не позволяют нам пройти с поэтому арку можно сложить причем сложить ее можно руками это очень просто делается снимается два винта и просто надо закинуться у нас получается небольшой солярий для загара стол убирается и вместо стола кладется закладная для загара перекидываем и вот это все место превращается в место для загара либо сюда садится пять человек и все сидят вокруг стола во время путешествий там помещается пять человек четыре человека сюда и пятый человек помещается за что-то вверху у нас полностью повторяется пост управления основные органы управления подболивающее устройство карпот, рация, управление двигателями, джойстеп, трансовые плеть и индикация приборов для того чтобы мы понимали состояние удобно идти комфортно стекло закрывает нас от брызг и ветра те редкие солнечные дни которые бывают на Балтике это просто идеально также мы имеем много места для хранения на крыше то есть если мы заядлые путешественники то вот здесь вот на крыше где у нас расположен фонарь с дальнего света мы его можем подвинуть положить сюда спасательный плод положить сюда какой-то дополнительный багажник для инвентаря и что мне нравится это можно делать не только на флайбе живет но и на обычной 36 сарго крыше мы также можем расположить разные багажники для перевозки инвентаря то есть места очень много чтобы дополнить еще и настанет увлекание то есть места и то есть и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok